Приветствую вас, Светлана. Я бы сказал, что вы пытаетесь сейчас переложить ответственность за принятие решения на нас. Другие пытаетесь убежать от ответственности, вы пытаетесь переложить на наши плечи. Поиск решения. Ну, во-первых, в глубине, мне кажется, души вы знаете, что правильного решения нет. Его не может быть. Во-вторых, вы в какой-то степени стали уже давно, очень давно стали жертвы. Ну, давно настолько, насколько это вообще возможно, да? Вот. Потому что вы своим парнем жертвой были, вы сами свои жертвы. Вот. То есть, не такой жертвой. Это человек, который не опирается на себя, грубо говоря. Вот то, что вы делаете в своем вопросе. Да, как быть в этой ситуации. Давайте, вот просто, в качестве такого вот, я надеюсь, на подумать, давайте я вам задам вопрос. Вот вы спрашиваете, как мы будем в этой ситуации. Я говорю, я не знаю. Вот как вы отреагируете на это? На то, что вы, я не знаю. Я оптимист, я правда не знаю. Ну, это же в вашей жизни. И вы мне оказались. Моя задача, как специалист, помочь вам разобраться в этом. Помочь вам в более полный вид картинку, но как жить решать вам все равно. Поэтому, эм... Деструктивно, в смысле, в том, что вы ищете какого-то идеального решения, которого нету. К сожалению. Ну, просто нет, потому что его быть не может. А также, мне кажется, что вы слишком зависимы от окружающих людей. В плане того, что на себя вы вообще не опираетесь. То есть, эм... На то, что важно вам, на то, что цены вам и так далее. Вот. Ага. Ваша мама. Ваша мама. Она... Ну, очевидно, нарушает личные границы. Вы же свои личные границы не чувствуете, не оставите их. Поэтому вполне возможно, что это могло бы остаться одним из направлений психотерапии. Но, в первую очередь, я бы сказал, что... Вот на что я бы обратил внимание. Это на то, что вы хотите, на то, что вам хочется, на то, что вы чувствуете, на то, что вам... Как вы выражаете это, как вы обращаетесь с тем, что вы ощущаете и так далее. Вот. Такая вот история здесь. Ну, мне кажется, что вы оказались в классическом таком... Треугольнике. Вот. Это треугольник жертвы. Треугольник Карп Карпмана. Можете изучить его в интернете. Значит, вы находитесь в этом самом треугольнике. Вы жертву, но ваша мама и ваш парень тоже жертва, к сожалению. Вот. Только, ну, в разных немножко проявлениях, но тоже жертва. И... И... Вам нужно выходить из треугольника. Как? Путем личной ответственности. Что сейчас происходит? Вам чего-то хочется. Вы чего-то хотите. Но вы хотите этого идеально. То есть, ваше желание, вероятно, нереалистично. Вы хотите быть хорошим и для мамы, и для парней. Так быть не может. Дальше. Вы идёте в себя. Идёте против себя. Вы предаёте себя. Как? Ну... Вы сказали маме то, что... По магну говорить не хотели. Как бы... Тем самым дав маме вашей власть над вами. Ещё больше. Потому что теперь она... Знаешь, что вы ушли от парня, и что посреди нас только у вас осталось. Вот. Теперь она... Значит... Соответственно... Ну... Повышает свою значимость для вас, чтобы вы ей подчинялись. Ну, это классическая сторона, где-то. Ну... Такой момент. Эм... Следующий... Следующий момент у вас. Эм... На счёту... У людей. Ну... Ну... В частности у своей мамы. Эм... Вот. В частности у парня. Ну, парня может действовать в обратном направлении. То есть... Когда... Парень... Должен быть для вас... Хороший. Вот. То есть вы не умеете обращаться с чем... С обратной связью других людей. Заниженных. Латинка, она отсюда. Вот. Дальше страх. А... Страх это... Попытка заглушить в себе определённые чувства. Ну... Понятно что. Если нет. А... Опасности... Ре... Реальной. Физической. Эм... Весьма реже. Психологически. Эм... 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 Речь идёт про чувства. Эм... 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 Эти чувства возникают. Эти чувства... Там... Например... Например... Не... Не соответствуют. То есть я чувствую, что не... Не... Соответствуют. Там... Тому, как... Какой я себя вижу. Тому... Как я должна поступать. Например. Тому, какая я. Я не соответствую. Вот это вызывает у меня тревогу. Страх. И... Соответственно. Я... Я боюсь. Ну... Условно говоря. Условно говоря. Условно говоря. Я могу... Эм... Бояться. Одиночества. Эм... Помимо всего прочего. Эм... Эм... Мне придётся обратить внимание на себя. Эм... А... В себе есть только стыд. Во мне есть только стыд. Эм... Я стыжусь. Эм... Ну... В себе много чего. Например. И... Соответственно. Эм... Буду переживать из-за того, что... Что каким я хочу быть. А это... По сути. Ожидание других людей. Вот. Ну... Будет очень сильно разница с тем, какой... Какой я на самом деле. Вот. Я... Я вот эту разницу боюсь. Боюсь. Ну да. Потому что мне будет больно, плохо и так далее. Вот. А для того, что бы... Эм... Вместить... Эм... Эм... И то, и другое. То есть и... Какую-то часть ожиданий людей и... Эм... 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 Часть того, какой я на самом деле. Или какая я на самом деле. Вот. Вот. На этом у меня... Нет навыков. Для этого у меня нет навыков. Нет... ээээ... Навыков нет ресурсов и так далее. Вот. Вот. Мне кажется, что... Специалист как раз и нужен, в том числе, для того чтобы помочь вам, вот, поэтому обратите, пожалуйста, внимание на эти моменты, обратите, пожалуйста, внимание на эти элементы, вот, я думаю, что, ну, совершенно очевидно, да, что живете вы, как-то, вот, не по себе, то есть, ну, если жизнь представить в виде одежды, вот, то, как вы ее одеваете, то, какой размер вы выбираете, и то, как вы ее носите, ну, явно вам не по размеру, то есть, со временем это либо то больше, чем сильно, либо то меньше, чем сильно, и, и преимущественно, ну, опять же, используя ту же метафору, да, вот, когда больше, когда вы пытаетесь, ага, мне кажется, больше, чем вы есть, сильнее, чем вы есть, умнее, чем вы есть, красивее, чем вы есть, сильнее, энергичнее, то есть, когда вы пытаетесь быть больше, чем вы на самом деле. В этот момент, собственно, и жизни вокруг вас больше, но в тренинге вам это не подходит, это тяжело, это неудобно, это больно. Когда мало, когда вы испытываете чувство вины, когда вы испытываете, эээ, там, ну, не знаю, тревогу, страх, ээээ, это второй момент мало, потому что, эээ, потому что, эээ, потому что, ээээ, ну, удовлетворить, эээ, желание других людей, эээ, не свои, да, не себя, а других людей. В этот момент вы себя предаете, конечно же, и, предавая себя, вы считаете, вот, мне кажется, что задача психолога научить вас носить жизнь, вот, в максимально подходящем вам размере, вот, максимально подходящем вам форме, ритме и так далее. Вот. Если, конечно, если, конечно, вы этого сами хотите, понятное дело, что, если вы этого не хотите, понятное дело, что, если вы сомневаетесь, или понятное дело, что, если у вас есть, там, ну, какие-то другие мысли, нюансы, нюансы, ээээ, идеи, и так далее, вот, что, было бы здорово, если бы вы это, эээ, ну, раскрыли бы, эээ, в обратной связи, вот, в обратной связи, ээээ, психологу, специалисту, которого, которого вы выберете, эээ, для, ну, работы, для работы, ээээ, над собой, вот, я надеюсь, для, ну, для продуктивной работы, на, 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 над собой. Вот. Это то, что я хотел бы вам, наверное, сейчас сказать. Поэтому всё. Надеюсь, что мой ответ, эээ, был вам полезен. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вы эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ И пусть эта связь послужит началом вашей психотерапии. Я вам хочу пожелать удачи, я хочу пожелать вам, чтобы ваша ситуация разрешилась и чтобы вы смогли жить счастливо. Продолжение следует...